Звездное небо А в конце 1956 года Сергей Павлович Королёв разработал свое главное детище, двуступенчатую ракету Р-7. 4 октября 1957 года запустили первый искусственный спутник Земли. Первый спутник был маленький и весил около 85 килограмм. Полный крок по орбите Земли он делал за полтора часа. Чтобы узнать, что ждет человека в космосе, ученые отправили на разведку животных. В 1960 году 19 августа собака Белка и Стрелка запустили в космос на прототипе космического корабля «Восток». Они пробыли в космосе более суток и благополучно вернулись на Землю. Так ученые доказали, что полет в космос возможен. КОНЕЦ 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 13 апреля 1961 года нашу планету потрясла неожиданная вещь. Человек в космосе. Мечта людей о полете в космос сбылась. Аплельское утро на корабле «Восток-1». Первый человек нашей планеты – космонавт Юрий Алексеевич Хагарин. Совершил полет в космос. Первый полет в космос был короткий – всего 108 минут. На этот полет стал большим шагом человечества в будущее. Наша планета необычная и прекрасная, единственная, где есть цветы, ручьи, березы, где есть смех, улыбки и любовь. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Субтитры создавал DimaTorzok